Всем привет! Мы вновь в Большом Кличмайе с Мадином Кушнов в гостях у Мадином и продолжаем наш рассказ об развитии истории, древней истории после Баспора уже, про Византию сегодня поговорим на территории Ферноморского побережья Красноярского края, в частности Лазаревском районе Большого Сочи. Мадин, ну про Византию теперь, наверное, поговорим как следующий этап. Здравствуйте! Про Византию именно основные этапы хочется рассказать, как все это происходило. Упомяну в своей беседе о том, что территория Сочи, да и большая часть Черноморского побережья, она очень слабо изучена в археологическом плане, скажем так. Одним из немногих исследователей, которые хотя бы как-то осветили или просветили эту тему изучения района Сочи, окрестностей Сочи, был Юрий Николаевич Воронов. Воронов – это очень мной уважаемый человек, ну заочно, конечно, по его трудам. И он четко показал в своих трудах, у него, кстати, есть одна маленькая книжечка, называется «Древности Сочи и его окрестности». И всем рекомендую посмотреть, внимательно почитать. И он осветил основные аспекты истории Сочи. И вот сегодня хотелось бы поговорить о, скажем так, периоде Византии. Византия, всем известно, это Восточная Римская империя, которая была основана, образована Константином, после того, как он разобрался со своим оппонентом Лицынием, перенес, так сказать, столицу Римской империи из Рима в малоизвестный город Византии, на берегу Мраморного моря. И, естественно, этот городок впоследствии стал столицей, царь Градом, как называли его на Руси. Он называл его Новый Рим. Затем его переименовали Константинополь. И вот адыги побережья, в частности, предки Убыхов, потом впоследствии и в самое позднее время, когда Константинополь стал Стамбулом, все равно он был центром притяжения для адыгов побережья. Зихи, Убыхи всегда были в Константинополе, всегда имели свои точки соприкосновения с правящими императорами и людьми, скажем так, населением, которые там проживали. И вот после 395 года, ну, грубо говоря, с 400-х годов нашей эры, Константинополь направил свои взоры и, скажем так, интересы политические, военные, экономические в сторону побережья. В это время, как и в любой империи, происходят свои, скажем так, внутренние распри, там, всевозможные движения в империи. Императором становится Анастасий. Анастасий был, оставил свой след в истории Зихов, Убыхов. Он точно так же, как и ранее цари Боспора, императора Рима, того еще, он точно так же обратил свое внимание на, скажем так, воинство, которое находилось на Черноморском побережье и в Среднегорной части в лице Зихов. Зихи, чтобы понятно было, что это за слово, я переведу по-шамсунгски, она звучит дзэхэр, дзэ, дзэ это значит войско, вторая часть слова, дзэхэр, эр, это значит множественное число, то есть некая общность, народ, четкий дословный перевод, народ, войско, воинский народ, народ, воин. То есть это само за себя говорит. В качестве зихов, это речь идет в основном о шапсугах, причерноморских. Это точно я сразу уточнение провожу, чтобы мне было потом непоняток. Их не тренировали где-то в каких-то там спецшколах, лагерях, там легионах и прочее. Эти люди из поколения в поколение, с более, намного более древних времен, передавали искусство изготовления оружия, владения оружием и все остальное, все, что связано с войной. Ибо, я повторюсь, материальные ресурсы, скажем так, ресурсы той экосистемы, в которой жил этот народ, были скудными. Некоторые историки, кстати, еще те греческие, скажем так, до нашей эры писали, по-моему, это Геродор писал, не помню точно. Он говорит, они живут, обрабатывая скудную почву. Это говорит о том, что действительно, мотыжное земледелие, оно не давало столько ресурсов, чтобы импортировать что-то там, вернее, экспортировать какие-то ресурсы. Поэтому они отдавали свое воинское искусство на угоду, как говорится, то есть наемничеством занимались. И участвовали во многих сражениях, битвах и так далее. Почему это не отражено в исторических каких-то там документах? Никто не пишет четко, что император Анастасий располагал сорокатысячным войском Зихов и при этом покорил какие-то земли. Этого нигде не пишется, вы этого не увидите никогда в жизни. Нет этого. Потому что эти люди, они не были в чистом виде составляющим какого-то подразделения. Они наравне с другими наемниками других народов, других этносов, наравне с ними выполняли просто боевые задачи. Вот и все. И не нужно думать, что так оно вот так выглядит. Просто наемники и не выделялось их этническое преимущество. Да, не выделялось. Они и сами никогда не позиционировали себя как вот мы там участвовали и так далее. Поэтому, тем более, что, как утверждают некоторые, скажем так, исследователи, что у адыгов изначально письменности не было, они там были в зачаточном состоянии и так далее. Это, конечно, такие измышления, домыслы, некие фантазийные. Если, скажем так, определенная группа людей, этническая группа, народ, если он не считал нужным записывать каждое движение каждого человека, царапать на глиняной табличке, это не говорит о том, что это был слаборазвитый народ. Это говорит лишь только о том, что свобода личности, свобода выбора и так далее, она не фиксировалась на чем-то, каком-то носителе для того, чтобы потом поймать или зафиксировать или обвинить в чем-то. То есть, информация передавалась из уст в уста от отца к сыну, от матери к дочери, от старшего поколения к младшему, передавалась лично. И все происходило хорошо. И вот, что касается Византии. Самым любимым императором, если это слово можно применить, конечно, для Зихов был, конечно же, Юстиниан. Юстиниан, который, вступив в 525 году на престол, он до самой своей смерти был управляющим, императором, великим. Его, как пишет Прокопий Кисарийский, его личный летописец, Юстиниан, как я сказал, был одним из самых известных, самым любимым императором, который принес в среду Зихов, причинноморских адыгов, многие новшества в материальной культуре и еще в каких-то, еще слабо освещенных областях, скажем так, жизни народа. Юстиниан правил всю свою жизнь. Юстиниан, кстати, он чуть было не умер от чумы у себя в резиденции. В это время чума свирепцовала, кстати, да, это нужно упомянуть, три секунды. Она свирепцовала в городах империи. Но точно сказать, что чума пришла, сказать так, на Черноморское побережье или нет, невозможно. Точно можно говорить о том, что о другой части, скажем так, земли адыгов. Это, в частности, территория, на которых находится нынешняя Кабарда, там находятся природные очаги холеры, существуют той же самой чумы, которая периодически, независимо от желания людей, они, особенно холера, возникают периодически. Здесь, на Черноморском побережье, болезней такого плана, которые являются природными, практически не существовало. За исключением одной единственной болезни. Эта болезнь называется малярия. Малярия внесла свой вклад немалый. Малярия... В то, как они хозяйствовали. Да, малярийный комар внес очень сильное влияние, если можно так сказать, в сам уклад хозяйства адыгов и в территории их расселения, способы существования и так далее. Об этом можно будет даже отдельную беседу провести в другое время. И вот Юстиниан, так же, как и предыдущие императоры Боспора, цари Боспора и императоры Рима, он тоже самое пользовался услугами наемщества. И он себя называл зигским принцем. Он, скажем так, был известен в адыгском мире всегда. И я хочу сейчас... А там еще, наверное, стоит отметить, что Юстиниан еще был популярен в зихе тем, что, насколько я помню, он максимально способствовал распространению христианства. Да. Со временем, довольно-таки влиятельной религии. Очень правильное замечание, да. Я чуть было не пропустил это. И могу точности утверждать, что христианизация среды зихов, в частности, и убыхов, предков убыхов, она достигла своего апогея при Юстиниане. То есть каждый считающий, уважающий себя воин, каждая женщина, возможно, и другие, скажем так, части и сословия, носили на себе атрибуты материальной культуры, показывающие крест, уже крест в своем исполнении, в котором мы знаем его сейчас. Это были фибулы в виде креста в разных металлах, в серебре, в бронзе. Это были дизайнерские подходы к оружию. Это были бытовые предметы. Это были, скорее всего, орнаменты на одежде или на других тканевых материалах. И так далее. Думаю, что в некоторых танках, знаках, родовых танках, знаках эпоха христианства, христианизации, она отразилась. Я в этом уверен. Это дело других исследователей дальнейших. И никто не говорит, конечно, что свои верования, свой пантомон богов был забыт. Нет, конечно, христианство, как и другие впоследствии религии, они исповедовались чисто номинально. Номинально имеется в виду хорошо, если христианизация проходит с помощью, скажем так, дарения неких материальных ресурсов, каких-то атрибутов, скажем так, религии, которые представляют из себя красивые предметы, грубо говоря. Это все интересно и хорошо. Если христианство не приходит с огнем и мечом, значит, это принимается. Огонь и меч в стране Зихов, конечно, был проблематичен и дорог для любой протохристианской империи, поэтому, скажем так, христианизация проводилась с помощью наглядной агитации. И со стороны верхушки, скажем так. И показательно, наверное, что еще Зихская епархия появлялась. Не помню, только позже, наверное, да? Зихская епархия, я тебе скажу, этот самый, первый епископ Зихской анавсии, по-моему, который резиденция считалась у меня находилась в Некопсисе, Негепсуха. Я переведу это слово, называется Негепсуха. Это значит, Негепсуха – это низкий берег моря, пляж. Псуха – это значит река, которая впадает и образует устье широкое. Скорее всего, так, вот в этом месте находилась резиденция. Современный поселок Маммихаев. Да, так точно. И этот епископ, он был в числе, в протоколе был указан во втором Никейском соборе, если меня не изменяет память, так сказать. Расколы, да. Да, именно так. Ну, то есть здесь был целый центр епархии, со своей епархией, со своим центром именно епископата. То есть мы понимаем, что начать очень серьезный уровень был. Трином Назихи, как такой религиозный вочень в езенпийском периоде. Да, и вот это все имело место быть. Оно отражено в материальной культуре. И в некоторых даже, скажем так, религиозных воззрениях, которые, своя религия, скажем так, она немного смешалась, если можно так сказать, с христианской. И в позднейшее время, когда, во время Кавказской войны, так называемые кресты из камня, из дерева, из железа, они постоянно имели место в священных рощах. Даже потеряв свое изначальное назначение, они все равно сохранялись. Это несмотря на то, что при проникновении исламской религии, скажем так, на побережье, даже в то время, когда эти святыни массово уничтожались. Разорялись с помощью ложных каких-то теорий и так далее. Несмотря на это, христианские атрибуты сохранялись до самого позднейшего времени. И сейчас я хочу представить несколько предметов из материальной культуры, скажем, из оружия того времени. Из эпохи, часть из эпохи Боспора, часть Византии в основном. Вот эти предметы – это топоры, боевые топоры. Они случайным образом появились на свет, случайно не имеется в виду с неба упали, а именно они атрибутируются и территориальное их происхождение – долина Шехе. Вот этот топор боевой, он называется в археологии аланского типа, хотя аланы здесь никакого отношения не имеют к этим местам. Он датируется вплоть до 800-х годов нашей эры. Эти топоры были популярны. Они начинают свое летоисчисление в районе 650-700-го года. То есть целое столетие они имели место быть в качестве оружия, вспомогательного оружия для зигских воинов. Здесь характерный молоточек находится, который предназначен для травмирования, скажем так, противника. Это не сельскохозяйственный топор, еще раз повторюсь, это боевая единица. Ручка восстановлена, металл, еще более-менее можно его видеть. Такими они были. Вот метательный топор типа Франциск, тип по археологии. Воронов Юрий Николаевич хорошо осветил эту тему. Это апсилийская, так сказать, тема оружейная. Почему апсилийская? Потому что этнический массив и, скажем так, предметы материальной культуры в то время были общими практически и для зихов, и для апсилов тоже. Это метательный топор, метательный, от слова метать, бросать. Эти топоры датируются точно так же эпохой развитой Византии, если так можно выразиться. Это район пятисотых годов, это шестой век нашей эры, естественно. Вот еще один представитель, это топорик. Это эпоха Боспора, поздний Боспор, после 300-го года. Почему я так уверенно говорю о датировках? Потому что на это есть неоспоримые основания. Сейчас их озвучить не получается. Вот этот вот наконечник копья, если он виден, конечно, хорошо. Этот дизайн, вот этот дизайн, вы видите его. Это классический дизайн позднего Боспора, начала Византии. Это после 350-го года вот это оружие имело место быть. Это копье, наконечник копья восстановленный, чтобы вы его видели. Вот если вот так вот можно увидеть это. Это наконечник копья, то же самое византийского периода. Граненая втулка, вот эта железная втулка, она граненая, грани. В то время был популярен такой подход к материальным предметам в виде граненности, в частности к оружию. И в частности в керамическом, в керамике тоже это наблюдается. И вот этот типаж характерный для этих мест, для Лазаревского района, города Сочи. Вот этот типаж. Ну и здесь, как бы опережая время, я показываю наконечник копья. Это уже генуэзский период, так называемый. Это уже пост-византийский, после 1200-го года. Этот наконечник датируется уже где-то 1300-ми. Скорее всего, это 14-й век уже. Вот это типично. С каждым разом все массивно, да? Да, этот наконечник в народе называется, вот эта вот классика, чисто по-шапсукски. Чупыгин. Чупыгин. Шупырген. Пырген это значит колоть, укалывать. Этот наконечник мог самостоятельно применяться как оружие, как меч, как кинжал. Он мог применяться против конного воина, скорее всего, так. Он мог применяться и в других каких-то целях. Он массивный, тяжелый и очень прочный. Дизайнерские подходы, вот эти типичные, характерные для этого времени, это то время, когда Византийская империя затухла для нас, для Зихов, и наступило время Генуи. На этом заканчиваем мы про Византийский период. Следующий у нас будет, это Камин Генойский, наверное, да? Мы перейдем к уже средневековому, не раннему, среднему. И поговорим все еще немножко про Генуи.